Доброе утро всем, кто встречает этот день вместе с Национальной телерадиокомпанией. Я рада представить нашего сегодняшнего гостя. Это утро вместе с нами встречает автор, ведущий и, я бы даже сказала, частый гость нашей республики Алексей Казак. Доброе утро. Доброе утро. Ассаламу алейкум галгайчи. Вот, многим это понравится. Алексей, начнем с банального. Скажите, как вам вообще в Фингушетии и как давно вы приехали? Вы знаете, я просто пребываю в таком неописуемом восторге, находясь здесь, что даже сложно подобрать слова, насколько прекрасная Ингушетия. Я думаю, что те люди, которые здесь родились, живут, они просто самые счастливые люди на свете. Я тоже себя ощущаю именно таким человеком. Потому что я здесь, конечно, не первый раз, но каждый раз приезжая сюда, я открываю для себя что-то абсолютно новое и что-то уникальное. Вот сейчас я посетил Джейрахский район, горный курорт Армхи, посетил башенные комплексы. И просто, вы знаете, я вам хочу сказать, что это просто как чудо света. Люди, которые куда-то все время пытаются уехать за границу, я понимаю, что, наверное, там полный сервис, all-inclusive, но побывайте в своей собственной стране. Посмотрите, что здесь есть. А здесь действительно есть, что посмотреть. Ну и самое главное, конечно, я вам хочу сказать, что люди потрясающие, которые здесь живут. Вы знаете, я попробовал вот эту стряпню, которую там готовили в Армхи, эти повара, ну просто как в лучшем, как говорится, в московском ресторане, а может даже еще лучше, чем там, да. Такая прекрасная стряпня. Просто хочется вот таких людей на руках носить. Я в полном восторге. Как вы уже отметили, да, впечатляет архитектура, вот эти горы, башни. А с чем у вас ассоциируется Ингушетия? Вы знаете, я вам так скажу, вот эти башни, о которых мы говорим, да, это ведь не просто башни. Это корни, это наша связь с предками. Я уже говорю наша, да, почему? Потому что я уже себя практически ассоциирую, как будто я сам ингуш. Это ваша связь с предками, с теми людьми великими, которые создали всю историю, которые создали этот выдающийся генофонд, да. И ощущать, это не просто камни, это не просто какие-то развалины, реликты, с которыми можно сфоткаться и сказать, о, какие красивые камни. Это реально то дорогое, родное, что стоит защищать и беречь. Я окунулся в эту всю атмосферу. Когда я, как говорится, своими ногами поднялся и на вовнушки, то, что, да, это же, это великолепно. Когда ты это ощутил сам, не из картинок посмотрел, не где-то там кто-то тебе рассказал, а когда ты сам это увидел, то ты начинаешь понимать, что действительно уже тогда жили люди с золотыми руками. Вот попробуйте сегодня сказать, закажите какому-нибудь архитектору, сможет он вот такое построить чудо. А тогда ваши предки уже умели это делать. И, конечно, Ингушетия – это страна башен, которая ассоциируется у меня с прекрасным народом гостеприимным и, конечно, с великой историей, которой, я считаю, можно вполне гордиться. И я, как русский человек, как человек православный, горжусь нашей историей. И наверняка уже выучили пару ингушетских слов, даже не пару. Ну, так, да. Ну, как будет Ингушетия? Ну, я же как раз вот сказал. Галгай. Так, и все, да? Ну, Ингуши, Галгай, хорошо, Дигду. Дигды. Ну, в общем, будет небольшой путанец с чеченским вариантом, поскольку я… Да, потому что мы войнахи. Мои друзья-чеченцы еще с института меня старались как-то немножко обучать некоторым фразам, типа спросить, типа, мудугулкш, да, вот, что-то в таком духе. Так что я думаю, что, находясь здесь, братья и сестры Ингуши тоже, раз, ну, скажем так, свой вариант меня поправят. Я знаю, что, например, на чеченском языке брат – это ваш, а на ингушском – вож. Да. Да. Есть вот эта вот тесная связь. Или, например, на чеченском – худе шву, а на ингушском – фаде шву. Да. Да, согласна. У нас такой урок прошел небольшой. Хорошо. Вот можешь ли ты объяснить весь закон, пока я могу простоять на одной ножке, есть такая присказка. И такой вопрос, кто мы без наших корней? Я вот, правда, не знаю о вас ничего, и многие наверняка не знают, вот, немножко хочется послушать, узнать об этом. А себе? Да. Кто я? Я считаю себя абсолютно обычным человеком. Мне, конечно, повезло родиться в семье своих родителей, потому что они дали мне, в принципе, все, что я имею, да, то воспитание и вот это отношение к людям. Относиться так не от того, что он той или иной национальности или того или иного вероисповедания, а судить о людях по их поступкам. И вы знаете, я вот три года подряд держал пост в священный месяц Рамадан. И мне было настолько приятно, когда в этом году уже началась вся эта пандемия, изоляция, я не успел подготовиться и не купил себе финики на Ифтар. И вот моя мама, христианка верующая, она узнала, что я опять буду держать пост и пошла и заказала мне доставку фиников. Мне было так приятно, что моя мама меня в этом поддерживает. Меня часто спрашивают, а как вот твои там русские друзья относятся к тому, что ты так много говоришь о мусульманах? Я считаю, что если это друзья, они всегда должны поддержать тебя. Потому что если они осуждают, ну тогда это не друзья, а какие-то сторонние наблюдатели, я считаю. И мне не за что стесняться. То, что я говорю, это идет от души. Вот если я действительно считаю, что проблема геноцида уйгуров в Китае, это один из самых главных вопросов, я считаю, для каждого человека. Не только потому, что они мусульмане, и мусульмане должны переживать за своих братьев и сестер. Но и просто потому, что там унижают, уничтожают людей. А мы должны быть солидарны друг с другом. Потому что что нас отличает от животных? Это какое-то сострадание, какое-то чувство стыда. А мы сегодня переживаем такую эпоху, когда просто, вот представьте себе, там людей держат в концлагерях несколько миллионов человек. Женщин там стерилизуют, чтобы они не могли рожать. Отрезают ресницы, волосы отрезают, продают на продажу. Сейчас идет тема, это называется халял-органы. Когда человека живьем кладут на операционный стол и вырезают у него органы, для того, чтобы потом их пересадить богатым ребятам, у которых есть нефтяные вышки, где-то на Аравийском полуострове. И они у своих братьев-мусульман вырезают эти органы живьем. Что это такое происходит в 21 веке? И мне действительно хочется, чтобы мы все демонстрировали вот эту солидарность. Это самое главное, за что я хочу бороться, чтобы люди сопереживали друг другу. Да, действительно, это касается каждого из нас, это такая глубокая тема, я бы сказала. Но все же, возвращаясь к вам, как вы уже сказали, вот толернатность вашей семьи была с самого детства. И очень здорово, что вот родители так к этому относятся. Но вопрос, что значит быть патриотом? Это, конечно, пресловуто, вернее, сродни понятию, что такое счастье, но ваше субъективное мнение? Вы знаете, мне кажется, патриотизм – это то, что нельзя навязывать. То есть нельзя человеку сказать, ты обязан быть патриотом. То есть патриотизм возникает, когда человек гордится своим государством, например, своим флагом. И происходит это тогда, когда этот человек видит от государства соответствующие отношения, заботу, какие-то поступки выдающиеся. Например, вот как люди, например, гордились тем, что Советский Союз первым запустил человека в космос. Первый спутник, да, выигрывал Олимпиады без допинга. Что в сегодняшний момент уже такое ощущение, что этот допинг без него уже вообще никуда. Я вот знаю массу спортсменов потрясающих, которые без допинга занимаются. И, конечно, наверное, им обидно, что они проигрывают что-то, потому что есть те, кому можно употреблять эти допинги. То есть сегодня мы живем в эпоху вот этого тотального обмана. То есть, например, тот же самый Китай, совершенно однополая программа у них, видите, чего они только не используют. Но хитро прячут это. А у нас, видите, как люди что-то использовали, даже не смогли спрятать. Уж так сильно хотели выиграть эту сочинскую Олимпиаду, что, ладно, еще построили на костях адыгов эти олимпийские объекты, как будто не смогли других найти мест. Да еще так опозорились. Представляете себе, да, вот пришли к президенту и говорят, мы выиграем Олимпиаду. Ну, отлично, давайте выиграем, давайте гордиться. Но нужно же понимать, что это все имеет обратную сторону. Не любой ценой. Нельзя любой ценой вот это. То есть, да, погордились, а потом позор на весь мир. Понимаете? И поэтому я патриот, но мы патриотизм в том, что я хочу делать свою родину лучше. Не просто вот огульно, мы лучше. Да, и кричать ура и воздух чепчики бросать. Да, так у нас это самые главные патриоты, те, кто там с бутылкой пива на трибуне орут, там, Россия, Россия. И потом гадят, не знаю, выбрасывают из окна мусорные пакеты. Это не патриотизм. Патриотизм – это когда ты во всем патриот, да, в том числе патриот своего подъезда, где ты бережешь, где ты не сжешь кнопки в лифте. Понимаете? Я просто, ну, как человек, который живет в Москве. Актуально этим. Да, понимаете? То есть, это, конечно, большая проблема. Хорошо. А вот для того, чтобы понять тот или иной народ, нужно, мне кажется, прочитать какой-то известный роман или произведение вот какого-то автора. Известного автора. Вот что читаете вы? И удалось ли вам прочитать ингушское какое-то произведение? Да, ну вот мы с вами как раз до эфира говорили по поводу истемовиков Базоркина. Я хочу сказать, это было два года назад на Рамадан. В Москве была такая акция «Шатер Рамадан». И вот там был вечер, посвященный как раз творчеству Базоркина. И один парень отвечал на вопросы и выиграл. Там был набор, коврик для молитвы, какие-то духи исламские. И вот он выиграл и подарил мне этот набор. Да, вот. Поэтому, вот понимаете, как бы мне приятна вот эта забота. Пока книгу мне из «Тьмы и веков» никто не подарил. Но я вот не знаю. Исправим. Скоро исправим. Ставцы, я надеюсь, после этого интервью кто-то да подарит. Да. Так. То есть не прочитали. Вот открыто вот так вот честно признаете. Да. Ну, я вот, вы знаете, такой человек, в принципе, насколько бы это ни была суровая правда, то мне важнее сказать, как оно есть на самом деле. Ну, возвращаясь сейчас к теме вот этих вот патриотов, патриотизма, после очередных ваших публикаций в комментариях собираются очень много патриотов. И это социальные сети, это понятно. Но скажите, вот многие внеют вас в том, что это вот какая-то некая деятельность, чтобы вот заявить о себе, прославиться на этом. Как вы, что вы на это ответите? Это, конечно, не есть плохо прославиться, это есть амбиции, если спросить у меня. Смотря как вы это делаете, да? Ну, знаете, по поводу вот таких вещей, так могут, наверное, говорить только те люди, которые недавно меня узнали, да, поскольку то, чем я занимаюсь, я занимаюсь около 15 лет. То есть с 2004 года, как я поступил в Московский государственный открытый университет, где со мной на одном курсе училось там 10 чеченцев, там 5 ингушей, там несколько дагестанцев, то есть представители всех народов. И откуда, можно сказать, пошла моя вот такая дружба и понимание Кавказа и мусульман. Вот те, кто меня знает с тех еще лет, но они и так никогда не скажут, поскольку уже тогда, когда я занимался студенческими организациями и возглавляя российский профсоюз студентов, и участвуя, например, во встрече с президентом России, я, используя возможность, говорил о Кавказе, о необходимости пресекать деятельность националистов и тех, кто пытается отрезать Кавказ от России, внести какую-то смуту. Вот, поэтому прославиться... Я еще не знаю ни одного человека, который бы прославился за счет того, что он говорил о Кавказе хорошо. Потому что вы прекрасно знаете, что есть огромное количество националистов, которые Кавказ не любят, и любых людей, которые так или иначе настроены положительно к Кавказу, наоборот, они будут только давить. Поэтому вот я, например, знаю из тех людей, кто очень много помогал Кавказу, это Максим Шевченко, да, Максим Леонардович. Но он тоже ведь стал ведущим Первого канала давно и вообще работает по этому направлению очень давно. И говорить о том, что он там за счет Кавказа пропиарился, поднялся, это неправда. Вот, поэтому, ну, это личное дело каждого судить, да, давать оценки. Я не удаляю комментарии, если они не содержат там мат, например, или какие-то провокации, оскорбления. Пожалуйста, пускай они дают любую оценку. Я делаю то, что я делаю, я не ориентируюсь на эти комментарии, я считаю, что я прав, я буду двигаться вперед, какие бы испытания мне Всевышний не отправлял. Я считаю, что он, Всевышний, ведет меня по этому пути. Я чувствую эту поддержку, я постоянно обращаюсь к Всевышнему с просьбами о помощи и постоянно получаю эту помощь. Поэтому то, что какие-то люди этим недовольны, ну, это их личное дело. Это их дело, да. Согласна с вами. Но я еще узнала до нашего эфира, что вы два года проработали на телевидении. В Дагестане, правда. Это вообще наверняка дало опыт, потому что журналистическое дело тонкое. Скажите, как вы считаете, есть ли вообще независимая журналистика? То есть вы там какую программу вели и как вы оцениваете все это? Да. Ну, я приехал в Дагестан, то есть я переселился из своей московской квартиры на два года в Дагестан, уехал жить, работать. То есть не то, что я там жил в Москве и приезжал просто снимать. Я жил в Дагестане. И приехал я в тот период, когда по телевидению было, в принципе, не принято говорить о проблемах. То есть об этом говорили только на кухнях, а не то, что называть там какие-то фамилии больших людей, которые задействованы в каких-то коррупционных схемах и так далее. И вот я начал снимать программу «Главная тема» с Алексеем Казаком. Это общественно-политическое ток-шоу, где был зал, аудитория, и куда я приглашал чиновников. И сам задавал вопросы, да еще и простые люди могли в глаза чиновникам сказать очень много нелестных слов по поводу тех проблем, которые люди имеют. Это и загрязненная вода, это когда у людей отнимали землю, когда некоторых людей просто убивали. То есть вот такие темы мы поднимались. Тема пыток даже у нас поднималась в эфире. Это очень было, имело огромный резонанс. И по мере того, как появлялись новые передачи, у меня, знаете, никогда не было проблемы с гостями, с наполнением студии, потому что люди приходили, кого я даже не знаю, они говорят, мы хотим выступить, без проблем. Я подходил во время съемки, подносил микрофон и говорил, говорите. Наверное, их привлекает то, что вот эта вот откровенность, то, что человек хотя бы может выразить свое мнение. И в этом плане независимая журналистика, она есть, да? Ну, знаете как, в любом случае всегда, когда человек говорит, я ни от кого не завишу, всегда люди так или иначе от кого-то зависимы. Если это государственный телеканал, то нужно понимать, что есть тоже редакция, есть учредитель. И толкать антигосударственные речи на государственном канале или радио, это просто невозможно. То же самое, что приспреди в чью-то квартиру в гости и начать что-то говорить по поводу хозяина квартиры. Тебе просто скажут, давай, до свидания. Поэтому, но в рамках тех возможностей, что у нас были, я считаю, что мы сделали много хорошего. Потому что многие люди сегодня, я так скажу так, сидят в тюрьме из тех, кого мы называли имена коррупционеров. То, что были люди, которые просто, не знаю, на детском питании, на одном детском садике полтора миллиарда рублей умудрялись украсть и как бы ничего, да? Многие ответили за это. Конечно, некоторые были, пытались как-то мстить за вот это все. Ну, не без этого, да. Свободная журналистика, она есть, дай бог, буду по возможности тоже поддерживать. Скажите, а вот это общение с людьми, оно помогло вам лучше понять людей уже в дальнейшем? Ну, конечно, у нас же очень много таких экспертов по Кавказу, по исламу, которые никогда не были на Кавказе, которые так приедут, утром там прилетят, а вечером уже улетают. Но рассуждают, как будто бы они знают, да, проблемы. Я вот скажу так. Мне всегда хочется, чтобы вот я что-то сказал, а потом что-то изменилось к лучшему, да? Вот, например, не знаю, может это тоже прозвучит сейчас. Вот я был, где радиостанция «Радио Репаблик», и вот в этом здании вода не работала, например. Вот мне, конечно, больно, что в 21 веке мы живем, а просто даже в городе, в крупном городе есть проблемы с доступом воды в крупные здания. Мне хочется, чтобы мы не просто говорили о проблеме, а чтобы мы нашли какой-то путь, и чтобы что-то изменялось к лучшему. Вот я, когда говорю, например, о РМХИ, да, молодой менеджмент, директор, управляющий, все молодые ребята, они действительно, как я увидел, хотят, чтобы республика развивалась. И на мой взгляд, такие люди есть в республике. И я вот всех, пользуясь случаем, призываю бизнесменов, кто имеет то или иное отношение к Ингушетии, возвращайтесь, вкладывайте деньги в свое, потому что эта республика, эта родина, она дала вам все. И сейчас, если у вас есть возможность вложить свои деньги, что-то построить здесь, открыть, может быть, это сначала будет убыточно, но надо вкладываться, тогда будет развитие, тогда мы сможем как-то двигаться вперед. Здорово, что мы вообще можем повлиять на ситуацию, да, не просто поговорить и закрыть эту тему. И, как писал Ирис Позоркин, и вот пришел наш век, век торжества, прогресса. И думаю, мы сейчас будем идти к этому прогрессу все вместе. Спасибо вам, что вы вот так вот приезжаете к нам, обсуждаете действительно важные проблемы и доводите до людей честную и правильную информацию. Мы рады вас видеть у нас всегда. И приходите к нам еще раз в гости. Спасибо за интересное время. Спасибо вам, мне здесь очень нравится, я вас всех люблю. До новых встреч. Спасибо. А я напомню, что это утром я с нами встречал автор и ведущий Алексей Казака. Мы продолжаем наш эфир. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем на очереди рубрика «Наедине со всеми».